Ребят, всем привет от рабочей молодежи. Сегодня немного не стандартный формат видео, а именно влог. Бывают такие дни, когда делать ну абсолютно ничего не охота, и погода в моем случае этому способствует. Уже как пару дней моросит мелкий противный дождик, совершенно не охота приступать к каким-то большим проектам, поэтому буду заниматься домашними делами. Если интересно, погнали со мной. С вечными доделками-переделками не остается времени, чтобы сходить нормально в лес и пособирать грибы. Да и грибов нынче не так уж и много, поэтому схожу сначала на разведку, посмотрю, как дела обстоят там. Ну и заодно прогуляемся с Бритней. Сидеть Можно Гуляй Постоянно прохожу мимо и постоянно удивляюсь, посмотрите какие огромные муравейники. Вот раз и вот второй. Прямо целое муравьиное царство. Не, ну нельзя сказать, что грибов совсем нет. Кое-что да есть. Вот такие. Только их к сожалению на сковородочке не пожарить. У меня уже давно есть интересная идея. Взять вот какой-нибудь такой пенечек и что-нибудь декоративное из него изготовить. Предлагайте свои идеи в комментариях. Я тут гуляю по лесу и думаю сделаю-ка я небольшой анонс следующего, по моему мнению, очень интересного проекта. И вот как раз таки мы находимся в этих местах. Заодно я покажу вам что это. Это, друзья, говыдец в лесу. О его существовании мне рассказал сосед, за что им большое спасибо. Потому как увидев по-настоящему это очень интересное место, мне захотелось все это благоустроить, восстановить и сделать по красоте. Я думаю в ближайшее время я поделюсь тем, что получится. Ну а дальше у нас начинаются болота и особо идти по ним мне неохота. Поэтому направляюсь обратно. Вот росла сосна себе, росла, а потом хоп, Новый год. Ну что, как и следовало ожидать, грибами в лесу еще и не пахнет. Хорошо, что в этот раз не стал брать ведро и обошелся пакетом. Ну а сейчас у меня стоит задача перебрать конвектор, при помощи которого я и отапливаю мастерскую в зимний период. Разобрать я его решил, потому что в мастерской слишком много древесной пыли скапливается. А там все-таки нагревающий элемент. Ну и заодно покажу вам, как это выглядит при таком и при такой эксплуатации. Надо чем-то подцепить. Ух! Здесь пыли точно много. Так, ну что друзья, видели как выглядит конвектора за пару тысяч рублей? Можно было сокращать ввод, но так он выглядит дороже. Закрывайте глаза. Можно было не разбирать. И спокойно продуть вот в эти отверстия. Результат был бы тот же самый. Как думаете, опасно использовать такие конвектора с деревом или нет? Ставим на место. Так, ребятушки, мне немного неудобно. А знаете, что самое веселое? Это то, что я купил еще один такой же конвектор. Дома у нас стоят точно такие же и у одного из них сломалась регулировка температуры. Поэтому тот переедет в мастерскую, а этот новый установится на место. А вот на предыдущих комплектациях таких ножек не было. Мне кажется, в мастерской на ножках будет поудобней. А там все то же самое. Никаких изменений. Сейчас этот пойду установлю дома, а из дома принесу сюда и вместе посмотрим, куда его разместить. Так, быстренько перекинул я конвектора. И сейчас попробуем на вот этот вот старый установить новые ножки. По идее, это должно сработать. Знаете, что самое главное? Правильно, не пренебрегать инструкцией. Будет как вспомогательный и включаться тогда, когда совсем уж будет холодно. А, это ручка, друзья. Вот так вот, туго-дум. Конвектор-то нагревается. Ничего же страшного, что я буду поменьше сделаю. Совсем не хочу ничего крутить. Ручную. Сегодня выходной, как-никак. Одна есть. О! Теперь можно переносить его. А я-то думаю, что он подорожал на 500 рублей. Вот в чем проблема. Ножки добавились. Так, рисунок номер два. Понять бы еще, где чукак у нас здесь. А, кстати, представляете? Это ведь старая модель. А отверстия-то уже были под ручку. Вот умные китайцы. Я думаю, разбирать не будем. Хватит. Тут очень интересно. Это вот наверх. Это значит вот так вот. А, я предполагаю, что вон оно на отверстие. Вот так вот это устанавливается. Сюда вкручивается болт. Ха! Не зря строил мастерскую. Можно конвектор собрать. Ляпота! А! Красавец какой-то! Ну че? Все. Готово. А это знаете че? Откладывал, хотел все. Думаю, заклею, чем-то заклею. Ручку. Проще новую купить. Должен быть обязательно ящик для скопления всего и всех. Ты че, моя принц? Ух ты! Ух ты! Глазик 10 на воде. Почищу. О, пришла из лесу. Какая красота! Мокрая еще. Друзья, и раз уж сегодня день анонсов, то похвастаюсь своей еще одной незаконченной работой. А именно установка другой двери в мастерскую. Если кто смотрит меня давно, видели, что раньше это была фольга. Сейчас самодельная из уголка весит. Не знаю, очень много весит, потому что устанавливать одному было очень сложно. Но есть другая проблема. Смотрите. Закрываю дверь, выключаю это. Опа-на! Думаю, тут и второй конвектор не поможет. Поэтому в ближайшее время я закупаю экструдированный пенополистирол и буду все это дело облагораживать. Обязательно покажу, что получится. Ах да, еще совсем забыл вам показать. Внутри лист металла прям хороший такой. Ее хотели сдать на металл, но она еще послужит. Следующим запланированным делом на сегодня это будет замена освещающего прожектора. Вот того. И так, друзья, у меня тут система под кодовым названием «Взрыв головы у электрики». Поэтому, господа электрики, я вас сразу предупреждаю, не стоит смотреть этот фрагмент видео. Открываем. Находим необходимые нам провода. Сделаем щоп. И вот это белье. Ну вот это. Хоп! Демонтаж выполнен. Друзья, теперь самое сложное. Найти уже давно купленный новый прожектор среди всего этого хлама. Стыдно вам показывать, но как есть. Зимой будем наварить порядки. Вот он. Так. Дата производства 07-го 2018-го года. Работаешь хоть еще, нет? Хех. Электрики. Подскажите мне, господа, почему это на китайском... А-а-а. Это обжим. Все понял. Я сам по натуре человек ленивый. Очень неохота идти до хозблока и брать там новый провод. Поэтому я захотел сделать это все из старого. Да еще и таким ножом. Ох, друзья-товарищи. Навертел я тут. Будь здоров. Типа, чем больше изоленты, тем лучше соединений. Есть идея. Периодически над нашим домом раздаются такие звуки. Я все время выхожу. И чихаю. Потому что на небо смотрю, блин, а там зайчиков ловлю. Ну что, по старой китайской традиции, желто-зеленый это земля. Синий это фаза. А коричневый либо фиолетовый это ноль. Так, ничего же не перепутал. Земли у нас нет. Кроме новых двух участков. Шутка за 300. Так, теперь у нас электрика. О, у меня есть, смотрите что. Господа электрики, не все потеряно. Кстати, ребят, чтобы вообще этот выпуск сделать максимально анонсным, я подумаю о приобретении рейсмуса с фуганком. Рейсмус 2012 на данный момент 42-43 стоит. Что, в принципе, его как раз и цена есть справедливая. И начинаю потихоньку об этом подумывать. Важный элемент, без которого не обходится ни один ремонт. Ремонт. Изолента, друзья. Погнали. Зря сползал. Возьмем что-нибудь пошире шляпочку. Идеально. Все. Есть у меня вот такой вот пультик, при нажатии которого, опа, наши замечательные прожектора включаются. Ну и, собственно, выключаются. Работает? Электрики. Можете начинать смотреть с этого момента. Ну а вчера, друзья, я ездил в наш славный областной центр город Екатеринбург. Сдал свой фрезер фиолент на ремонт. Если помните, я рассказывал, что у него отпала подошва и шаталась от цанга. Сейчас где-нибудь вот сюда вставлю. Вот. И заодно немного прибарахлился. Давайте посмотрим, что приобрел. Ну а предлагаю начать я все-таки с фрезера. Я по своей ответственности собрал все необходимое в коробку. А взяли у меня только непосредственно тушку. Даже подошву не взяли. А вообще очень интересно, ребята говорят. Мы, говорит, принимаем на сервисный ремонт только по одному дефекту. Если хотите, потом можете сдать заново. Но пообещали мне показать, как устанавливать это самостоятельно, эту подошву. Я, естественно, сам лезть туда не буду. Потому что инструмент на гарантии. Сказали, примерно через 20 дней позвонят. А вообще по закону 40 дней. Так что вся вот эта штука не нужна была. Теперь, что касается прибарахлился. Купил я. Вот давно вообще хотел себе вот такой замечательный угольник. Он на 45 по самой длинной стороне и на 42 по короткой. 46 значит должен быть. Нет, 3,5. Так, а мой предыдущий угольник, вот такой вот, я немного подпортил, когда работал с битумом и черепицей. Видите, сейчас с деревом его применять не очень охота. Поцарапал весь. Да и вообще он уже боистерся. Тут не видать шкалу. В общем, нет. Упс. Но он крутой. Мне кажется, им будет очень удобно работать. Алюминиевый. Нет уже никакой краски. Правда, вот это нанесение какое-то идет. Блин, доволен. Взял несколько отрезных кругов. Их, кстати, использую не так часто, поэтому этого мне хватит надолго. Так, ну а другое, друзья, это все электричество. Гофра для провода СИП. Сам гофра и провод СИП лежит у меня в машине в багажнике. Там СИП 4х16, 50 метров купил. Это для установки на новый участок. Плюс два таких зажима анкерных для СИПа. Для натяжки между бытовкой и опорой линии. Взял один рейку, нулевую шину. Одну розеточку установлю туда, чтобы можно было удлинитель подключить. Ну а эту розеточку запитаю через вот такой автомат. Взял самый дешевый, потому что ценник нынче, но автомата что-то прям не радует. Ну что, ребят, вот такой вот первый мой коротенький влог подошел к концу. Не знаю, нравится ли вам такой формат или нет. Без закадрового текста, без какого-то супер монтажа. Просто как оно есть на самом деле. Такие технические дни у меня бывают довольно часто. Поэтому, если интересно, могу показывать. Мне, в принципе, не сложно. Красотка, как всегда, на своем месте. Ну а если видео было вам полезным, либо просто понравилось, палец вверх. Ну и конечно же подписка. Всего-всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok